Универ-Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. Для чего Буинский муниципальный район привлекает новые кадры? Что такое студенческий тест-драйв? Кто установит световые лазерные маяки на поверхности Луны? 12 марта в Казани открыли новый учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В открытии здания принял участие президент республики. Ректор КФУ и президент Татарстана открыли новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Для актового зала учебно-лабораторного кампуса Института это первое после реставрации мероприятие. Президент Татарстана Рустам Мениханов встретился с медицинской общественностью. Но прежде в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова почетные гости осмотрели здания, в которых будут готовить врачей будущего. На протяжении часа врачи и ученые обсуждали современное состояние и будущее медицины с руководством республики. Обсуждали с оглядкой на опыт Казанского университета. В КФУ выстроена новая модель управления медицинским кластером. Создана новая система организации научных исследований и, конечно же, проведена модернизация собственной клиники. Адель Шамилова, Универньюз. С молодыми экономистами Казанского федерального встретился Марат Зябаров. О подробности их мероприятия смотрите далее. Казанский федеральный почтил визитом глава Буинского района. Целью визита стала встреча со студентами экономических направлений. Марат Зябаров представил студентам детали экономики муниципального Буинского района и побеседовал со студентами на тему, почему так важно остаться работать на родине. Что хочется сказать? На самом деле, что говорить, если про Буинцев говорить? На самом деле, много выходцев с Буинского района, которые на сегодняшний день занимают высокие посты нашей республики. Я не говорю про историю, которую большие руководители работы в Буинске возглавляли. На самом деле, огромные посты. На сегодняшний день тоже министр финансов есть у нас. Есть руководитель главного инвестиционного управления, ИСУ. Как и любой регион, Буинск нуждается в молодых кадрах. По словам главы Буинского района, подобные встречи станут регулярными. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального всерьез взялся за привлечение новых абитуриентов. Как университет готовит будущих геологов прямо со школьной скамьи, смотрите в сюжете нашего корреспондента. Стать студентом Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального, при этом не проходив вступительные испытания и задания единого госэкзамена, вполне себе возможно. Правда, лишь на несколько дней. Так называемый тест-драйв школьники проходят прямо в стенах КФУ. Тут они посещают пары, сдают экзамены, записывают лекции и участвуют в семинарах. Каждый из будущих геологов даже получает временные студенческие билеты и зачетки. Все то, что позволяет почувствовать себя настоящим студентом. Происходят процессы погружения абитуриента в студенческое средство. Вот на эти полдня они становятся студентами Института геологии и нефтегазовых технологий. Они могут почувствовать дух наших аудиторий, посмотреть наши учебные, научные лаборатории. И, конечно же, после этого они могут выбрать себе профессию более осознанно. Вот в этом наша цель проведения такого расширенного дня открытых дверей в формате тест-драйв. Очень весело и интересно, потому что выступают высшие лица института. Также выступают студенты, которые рассказывают для абитуриентов, что привлекательно в том или ином институте. И проводят разные мини-экскурсии, как делали это мы. Получается, сначала у нас была регистрация, где мы зарегистрировали всех участников, то есть абитуриентов. Потом было собрание в актовом зале и студентов, которые вызвали быть волонтерами, разделяли по группам людей. И было всего шесть групп, и мы их водили, получается, на мини-пары, там по 20-25 минут. Многие школьников задаются вопросом, как пойти учиться на геолога, если не имеешь базового представления и толковых зданий в геологических процессах. А все потому, что школьная программа не предусматривает данную науку. Почему? Непонятно. А пока мы размышляем, как заинтересовать молодежь геологией, Казанский Федеральный уже активно знакомит школьников с увлекательным миром науки. Потому что, если, скажем, поступают на физический, физфак, институт физики или институт химии, в школе есть предмет физики, есть предмет химии. И абитуриенты, которые приходят в эти институты, они примерно все-таки представляют, чем они будут заниматься. У нас же такого представления у наших абитуриентов нет. Они не до конца представляют, чем они будут заниматься, если поступят на институт геологии. Конечно, приятно себя почувствовать студентом этого университета, познакомиться с преподавателями, узнать о университете намного больше, чем написано на сайтах и так далее, самому увидеть процесс работы. И самое интересное, что вот давали зачетки, такого я еще не видела нигде. То есть, именно ты проходишь тесты какие-то и готовишься к будущей своей профессии, цели. Я хожу часто в этот университет и чувствую себя студентом, когда я хожу именно сюда. Мне это нравится. Узнал о нем я у классного руководителя, он мне просто посоветовал сюда сходить. Как правило, данная программа активно пользуется популярностью в дни открытых дверей. И, как можно догадаться, знакомство с институтом геологии однозначно не заключается в экскурсиях по лабораториям. Все это несет в себе несомненный плюс. Скорее всего, количество абитуриентов будет увеличено в несколько раз. Аделя Шемилова, Владимир Нелюбин, Универы Ньюс. В создании российской системы навигации на Луне примут участие астрономы Казанского федерального университета. Подробнее об этом расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет активно участвует в исследованиях, направленных на реализацию космических программ нашей страны. В университете функционируют приоритетные направления островы, благодаря которым многие лаборатории начинают работать сообща для решения актуальных исследовательских задач. Астрономы Казанского федерального университета объявили, что будут участвовать в создании российской системы навигации на Луне. Основой системы навигации станут световые лазерные маяки, которые планируются установить на поверхности естественного спутника Земли. Мы не только занимаемся лазерными маяками, мы пытаемся разработать систему ориентации и по кратерам лунным, то есть чтобы космический аппарат по ним мог определить координаты своей орбиты. Мы можем использовать другие источники, к которым опять-таки можно привязаться, те же самые звезды. То есть там много таких вот вариантов. Ну как бы делаем общую такую навигационную сеть, которая будет использовать всевозможные вот такие вот технические средства и средства, которые естественно на Луне имеются. Первый такой маяк в Роскосмос планируют доставить на Луну уже в 2019 году. Он будет размещен на посадочном модуле станции Луна-25. Маяк будет использоваться для определения широт Луны. То есть эта система навигации создается именно для того, чтобы осуществлять полет станции вокруг Луны, планируется обитаемая станция, прилунение осуществлять точное на поверхности Луны. Потому что сейчас точность прилунения, если вот допустим аппарат хотим куда-то вот, как вот на Земле приземлить, там прилунить, то там точность получается где-то эллипс 9 на 13 километров. Когда на Луне появится координатная сеть с точность селеноцентрической привязкой, то можно будет более эффективно выбирать места для прилунения космических аппаратов, планировать маршруты передвижения экипажа пилотируемых миссий и выполнять другие навигационные задачи. Олег Ашин, Универньюс. Казанский федеральный университет приглашает студентов и сотрудников к участию в шествии бессмертного полка. Подробнее об этом вы узнаете в следующем сюжете. В честь празднования Победы в Великой Отечественной войне в КФУ ежегодно проводится студенческий марш Победы. В рамках этого мероприятия традиционно реализуется проект «Бессмертный полк КФУ». В 2018 году мы продолжаем традицию проведения студенческого марша. Департамент по молодежной политике КФУ начинает сборы информации об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт. Необходим в срок до 1 апреля 2018 года подать заявку на электронный адрес в бессмертный полк КФУ собака.gmail.com информацию, фамилии, имя, отчество и статус в КФУ отправителя, фамилии, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, его статус на тот момент, кем он являлся студентом, либо он работал в университете, звание на момент войны. Фотографии принимаем хорошего качества в формате JPEG, либо в другом графическом формате. Групповое фото не принимается. Приглашаем студентов, преподавателей, сотрудников КФУ почтить память своих родственников и встать в ряды бессмертного полка. Присоединиться к шествию сможет любой неравнодушный, желающий отдать дань памяти своим родным, участников Великой Отечественной войны. Юлиана Петрова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова